Музыка Когда печальное событие запряжено еще и с необходимой бумажной волокитой. Здравствуйте, с вами программа Будь умнее. Сегодня поговорим о том, что делать, если близкого человека не стало, и именно вам предстоит заняться оформлением наследства. Куда следует направиться прежде всего? Сколько времени и денег потратить? На все эти вопросы ответим прямо сейчас. Итак, первый человек, который поможет разобраться со всеми тонкостями и сложностями наследных дел, это нотариус. Какой именно, зависит от начальной буквы фамилии ушедшего. Здесь проконсультируют и помогут определиться с документами, которые необходимо будет собрать. Только помните, сделать это нужно в течение полугода, а вовсе не спустя. Если протянуть свыше шести месяцев, доказывать право на наследство придется через суд. Примерный перечень, он всегда один, он вывешен практически в каждой нотариальной конторе на информационном стенде. Это документы, подтверждающие принадлежность имущества наследодателю, подтверждающие техническую характеристику этого имущества. Например, в отношении недвижимости, таким документом будет являться кадастровый паспорт. Документы, подтверждающие стоимость наследственного имущества на дату открытия наследства, потому что именно с этой стоимости осуществляется расчет нотариального тарифа госпошлины, взыскиваемый нотариусом с наследником. Проще и быстрее всего запросить основную часть необходимых документов в многофункциональном центре. Есть ряд таких документов, которые могут запросить у нас. Это кадастровый паспорт, кадастровая выписка, выписка из государственного реестра прав на недвижимое имущество, также дубликаты про останавливающих документов и кадастровая справка о кадастровой стоимости на дату смерти. Совершенно бесплатно получить удастся справку о кадастровой стоимости. За все остальное придется платить госпошлину, благо отделение Сбербанка находится по соседству. Кадастровый паспорт стоит 200 рублей, кадастровая выписка на один объект стоит 400 рублей, кадастровая выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество стоит 200 рублей, также один объект, И дубликаты просто значит документов, один какой-то документ стоит 200 рублей. Чтобы сэкономить время и нервы и без того непростой период жизни, советуем воспользоваться электронной записью. Томиться в очередях не придется, если набрать 6 заветных цифр 400-444 и заблаговременно записаться на прием. На какой день вы хотели бы записаться и в какое время вам удобно? Если сильно постараться, сбор документов можно закончить дней за 10, хотя можно, конечно, и растянуть. Когда на руках окажется полный пакет, придется снова вернуться в нотариальную контору. Именно здесь, спустя 6 месяцев, и выдадут долгожданное свидетельство о праве на наследство. Правда, его еще предстоит зарегистрировать в уже знакомом нам месте. При себе необходимо иметь свидетельство о праве на наследство, оригинал, копию, паспорт. То есть нужно прийти лично, либо чтобы был представитель по доверенности. Государственная регистрация права собственности проходит 5 рабочих дней. Документы будут готовы по истечении этого срока, и заявитель получит свидетельство о государственной регистрации права.